30 интересных фактов из жизни Чингисхана. Его правление – личная жизнь и заслуги. Самой известной монгольской личностью за все времена истории был Чингисхан. Он является основателем монгольской империи, которая смогла стать крупнейшей континентальной империей за все существование человечества. Чингисхан – это не имя, а титул, которым одарили правителя Тимуджину в конце XII века на Курултае. На протяжении 30 лет монгольская орда с предводителем Чингисханом смогла пройти по всей Азии, убив одну десятую часть всех людей на земле и завоевав практически четверть земли. При правлении Чингисхана проявлялась особая жестокость. Некоторые его поступки даже на сегодняшний день считаются самыми жестокими среди деяний всех правителей на земле. Правление Чингисхана сильно повлияло на развитие духовной и политической жизни населения множества регионов в Азии. Когда Чингисхан родился, ему дали имя Тимучин. Также звали его и начальника, которого смог победить отец будущего правителя. Папа Чингисхана в 9-летнем возрасте сосватал сына и 10-летнюю девочку из рода Унгирот. В данном браке на свет появились 4 сына и 5 дочерей. Одна из данных тачерея Алангаа в отсутствии отца начала править государством, за что и приобрела титул принцесса-правительница. Когда Чингисхану было 10 лет, он осмелился убить собственного родного брата. Это произошло на почве конфликта из-за принесенной с охоты добычи. В современной Монголии удалось установить много памятников, посвященных Чингисхану. Потому что в этом государстве его считали национальным героем. Имя Чингис значит «повелитель воды». После того, как удалось покорить все степи, Чингисхан был удостоен титула Кагана короля всех ханов. Если верить современным подсчетам, то от действий монгольского войска Чингисхана умерло около 40 миллионов человек. Вторая жена Чингисхана, Меркитка Хуланхатун, родила хану двое сыновей. Лишь Хуланхатун в роли жены сопровождало правителя, практически в каждом его военном походе. В одном из таких походов она и погибла. Чингисхан довольно выгодно использовал династические браки. Собственных дочерей он выдавал замуж за правителей союзников. Чтобы жениться на дочери великого монгольского хана, правитель гнал всех собственных жен, что и делало монгольских принцесс первыми в очереди на трон. После этого союзник во главе армии отправлялся на войну и практически сразу умирал в бою, а дочка Чингисхана правила землями. Две другие супруги Чингисхана, татарки Ису и Исуген, являлись старшей и младшей сестрой. При этом младшая сестра сама предложила свою старшую сестру, как четвертую супругу хана. Сделала она это в их первую брачную ночь. Исуген родила мужу дочь и два сына. Кроме четырех жен у Чингисхана было примерно тысячи наложниц, которые попали к нему в результате как подарок от союзников. Самый крупномасштабный поход Чингисхана был на империю Цинь. С самого начала казалось, что у такой компании будущего нет. Потому что население Китая приравнивалось к 50 миллионам, а монголов было только один миллион. Умирая, собственным наследником великий монгольский правитель назначил третьего сына Тугидея. Именно он, по мнению хана, имел военную стратегию и живой политический ум. В 1204 году Чингисхан сумел основать систему письменности в Монголии, которая была известной как Старо-Уйгурская письменность. Именно эта письменность непрерывно применялась до современного времени. Она в действительности же была перенята у уйгурских племен, что завоевала монгольская орда. При правлении великого Чингисхана удалось создать ИСАК или Кодекс законов, где подробно описывали ожидаемое поведение граждан империи и наказание для тех, кто нарушил законы. Под запрет могло попасть издевательство над животными, похищение людей, воровство и, как ни странно, рабство. Чингисхан считался шаманистом, как и многие другие монголы тех времен. Несмотря на это, он поддержал терпимость к присутствию других религий в собственной империи. Вероятнее всего, одним из самых невероятных достижений Чингисхана стало создание организованной почтовой системы в его империи. По генетическим исследованиям доказано, что приблизительно у 8% азиатских мужчин в хромосомах имеются гены Чингисхана. По оценкам лишь в Центральной Азии 16 миллионов человек, которые были потомками данного монгольского императора. По легендам Чингисхан родился, держа сгусток крови в кулаке, что и смогло предсказать его судьбу как правителя. Чингисхан на 50% азиат, на 50% европеец. За 21 год собственного правления Чингисхану удалось завоевать территорию, что превышало 30 миллионов квадратных километров. Это большая территория, чем любая другая, завоеванная каким-либо другим правителем за всю историю человечества. Если верить историкам, то они называют Чингисхана отцом выжженной земли. Его портрет печатался на монгольских банкнотах в 90-х годах предыдущего столетия. Чингисхан заливал в уши и глаза собственных соперников расплавленное серебро. Ему также нравилось гнуть человека, подобно луку, до того момента, пока позвоночник человека не ломался. Чингисхану очень нравились женщины, и после каждой своей победы он выбирал для себя и собственной армии самых красивых пленниц. Великий хан среди наложниц даже устраивал конкурсы красоты. Спасибо за просмотр, если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Всем пока!